Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сейчас у нас на прямой связи представитель Рига Снамо Абсэм Некота и член Ассоциации по обслуживанию домов Риги Александр Саковский, который имеет опыт работы и в парламенте, и возглавлял в своё время подкомиссию по жилищной политике. Александр, добрый день. Добрый день. Вот интересно, перед тем, как мы поговорим вообще о жилищной политике, хотелось спросить ваше мнение, как вот человека, который имеет большой опыт по обслуживанию вообще недвижимости как таковой, как раз сегодня будет пресс-конференция руководства Рижской думы, где они будут говорить о плане оптимизации таких муниципальных организаций как раз по обслуживанию недвижимости. Хотят объединить Рига Снамо, Рига Сервис, Рига Пилсет Бувникс и даже Рижский центральный рынок создать нечто вроде вот как РНП, только уже по обслуживанию не жилых помещений, а вот такой муниципальной недвижимости. Как вы к этому относитесь? Правильный ли это подход? Кто-то говорит о том, что раз Рига Сервисет Бувникс, как мы знаем, обслуживал эти социальные дома, то было бы логично социальные дома тоже передать или РНП, или, скажем так, отдать, если так можно сказать, на свободный рынок, чтобы, к примеру, разные другие частные обслуживающие компании могли эти дома, такое слово явно не русское, ну, обхозяйствование, да, обслуживать эти дома? — Да, я в курсе про это. Так, секундочку. — Что-то со звуком, но сейчас мы пытаемся... Да, ну вот сейчас мы вас слышим, да, пожалуйста. — Я в курсе про инициативу Рижского Рума. Есть большой план, видимо, и соединить очень большие предприятия с большими оборотами в одно какое-то очень крупное предприятие. Это уже такой некий монстр, такого еще в Риге, наверное, не было. Прецедент. Ну, на самом деле, я смотрю его скетически, потому что... Со звуком сон. Я смотрю скетически, потому что... На мой взгляд... Какой-то шум идет. ...к увеличению, в общем-то, к увеличению административных расходов, потому что, как я понял и сколько я читал в масс-медиа, одна из мотиваций, главных мотиваций этого объединения есть то, что снизятся расходы на службу, скажем, да. Ну, на самом деле, практика показывает, что расходы только увеличатся. Например, к тому же есть пример... Ну, тоже РНП, если взять, да. Если вы помните, то когда-то РНП, это было, значит, 15 отдельных домоуправлений со своим штатом. При объединении было заявлено, что, значит, будет одно большое предприятие, административный аппарат будет меньше, а со временем он стал только больше. И я думаю, что это... Ну, там, по крайней мере, была логика. Логика в объединении этих предприятий прослеживается тоже не очень, потому что, например, центральный рынок, центральный рынок во всем этом объединении вообще не понятен. То есть его там функциональная принадлежность, что он там будет делать, только-только потому, что, ну, скажем, на балансе его центрального рынка есть недвижимость. Она у нас совершенно... Она по своей структуре совершенно иная, чем, скажем, у Пьеса и Бумникс. Пьеса и Бумникс, это просто-таки жилые дома обслуживают, сколько я знаю. Рига с нами обслуживает... Ну, Рига с нами обслуживает административные здания, общественные здания, типа Конгресс и нам, да, и так далее. Но там хоть какая-то логика есть. Центральный рынок, я вообще не понимаю, зачем это есть. То есть вообще непонятно, у функций у центрального рынка совершенно иные, чем у... Вообще и функции другие, и совершенно, да, род деятельности совершенно другой. Ну, туда по этому принципу, я думаю, можно было обвинить и первую больницу, там тоже недвижимость. Ну, к примеру, да, почти все предприятия Рижской думы имеют некую недвижимость. Если принцип объединения недвижимость, тогда нужно вообще все обвинить в одно большое объединение предприятия. Здесь, конечно, есть вопрос, почему именно выбор стал за вот именно этими предприятиями. Хотя, с другой стороны, логика в Пьюсс-сервисе и Пьюсс-бумнике объединения, и Лига Снави, вот в этом, может быть, я бы еще и видел. Да, но центральный рынок, конечно, не понятно. Да. Вот тогда такой вопрос хотел задать. На твой взгляд, нет ли цели вообще потом в будущем отдать все это на приватизацию? Мы знаем, что следующий выбор в Рижскую думу только в 2025 году и слухи о том, что надо бы те или иные муниципальные предприятия приватизировать ходят давно. Ходят давно, безусловно, да. Но понятно, понятно, что это первое, что приходит на ум. Ну, скажем так, я осознанно не сказал это, скажем, первый аргумент. Ну, хотя и, опять же, если мы говорим про историю объединений, то же самое говорилось и про РНП. Надо было объединить все 15 домов в одну, с той целью, что потом легче это приватизировать. Ну, с другой стороны, мы видим, что за все эти годы, за 10 лет уже, когда был создан РНП больше, да, то не происходит процесс проектизации. Поэтому утверждать, что здесь тоже стоит за объединением именно эта мотивация, ну, может быть, аналогично, конечно, но утверждать я не беру. Но с этой точки зрения, конечно, удобнее приватизировать сразу, может быть какие-то объединенные. Потому что там, естественно, как мы понимаем, что меняются денежные потоки. Сам по себе этот, ну, скажем, новое такое предприятие становится более интересным с точки зрения любого бизнеса. Понимаете, почему? прежде всего это денежные потоки. Концентрация огромных денежных средств. Конечно, оборотные средства большие. Да, но с другой стороны это огромное ответственность. Надо понимать, что, понимаете, одно дело, когда есть отлаженные какие-то процессы, годами отлаженные, и они работают, и сейчас это все произвести, это есть большая ответственность прежде всего думать, потому что, скажем, это может повлечь определенные сбои, в работе, но это непростое дело. Оно, конечно, выглядит на бумаге интересно и вкусно, может быть, но это дело непростое. Это надо очень хорошо продумать и с точки зрения менеджмента и так далее. Может быть, в Личневой Думе есть такие специалисты сейчас на сегодняшний день, хотя я знаю, что многие специалисты сегодня, которые в Личневой Думе были на сегодняшний день, их там нет, кого уволили, кого отстранили, кого просто на сегодняшний день. С какими специалистами работает сегодняшняя руководство Личневой Думы, мне неизвестно, кто консультирует и почему эта идея возникла. Надо тоже еще это понять. Я думаю, что мы это должны в ближайшее время услышать и узнать, потому что такие крупные проекты, они должны быть очень серьезно обоснованы. то, что они привлекают специалистов из Waterpice Cooper, это, конечно, хорошо, но это все-таки аудиторские компании, они могут делать функциональный аудит, финансовый аудит, но это менеджмент, это управление городским хозяйством, это вообще сложная тема. Конечно. управлять структурами города, департаментами, предприятиями, это непростое, это очень непростое, там нужно, надо иметь специальные знания, специфические знания, иметь специальный специфический опыт. Ну, наверное, здесь мы будем наблюдать и следить за заседаниями комитетов Реческой Думы и самой Думы, на котором будут озвучены аргументы в пользу. Это, конечно, хочется. Пока что мы видим такую видимую часть айсберга, из которой еще рано делать какие-то ну, скажем, серьезные. Сейчас мы перейдем к обслуживанию многоквартирных домов, но, тем не менее, такой последний вопрос до гонку. Я знаю, что у тебя был опыт работы и на Рижском центральном рынке. Я почему говорю, совсем недавно завершился конкурс на новое правление. Предыдущее правление, как мы знаем, ушли, ну, якобы оно ушло по собственному желанию, ну, в принципе, мы все понимаем. Состоялся конкурс, выбрано новое правление, которое должно, уже приступило к работе, и тут выясняется, что их оптимизирует, кому-то присоединяет. Я не очень понимаю логику, зачем тогда было проводить конкурс. Нет, ну, Абик, а тут это все как бы откладывается в общую, скажем так, понимание, как работает сегодня руководство Рижского дома. На мой взгляд, с начала работы новой думы наблюдается определенная хаотичность, нелогичность, принимая решения. Я уже не говорю про эти все столбики, присловоды, так сказать, необдуманные велодорожки и так далее. То есть, таких решений в Рижской думе за последнее время накопилось немало, которые трудно объяснить здравым смыслом и логикой. Поэтому я говорю, очень интересно все-таки действительно понять, кто там действительно принимает решение, кто стоит за тем или иным таким, и какая реальная мотивация. Слишком это выглядит нелогично и хаотично. Это правда. Но это, наверное, видят сегодня многие горожане. Это то, что ты сейчас сказал, это, в принципе, еще один момент, который отображает такую общую линию работы сегодняшней Рижской думы. К сожалению, если так будет продолжаться, то просто, ну, даже страшно представить, что нас ждет еще впереди, какие приключения Рижан. До 2025 года еще времени много, так что еще сюрпризов будет много. Я про это говорю, что, к сожалению, еще и пять лет эта Рижская дума будет работать. Ну, как-то все это не внушает оптимизма и мягкого выражения. Да. Вот говоря об обслуживании жилых домов, я думаю, что у всех домоправлений, ну, я домоправлений имею в виду частные сейчас компании, наверное, сейчас уже головная боль по поводу тех счетов, которые жители или собственники квартир будут получать. Мы видим вообще, что происходит с тарифами, с ценами на электричество, на газ, отопление, продукты, услуги. Все мы это видим. Вот какие здесь проблемы могут быть? Или все-таки, к примеру, если мы говорим о вашей компании, где вы работаете, рига с намапсом некого, то есть вы не видите там каких-то сложностей с оплатой жильцами счетов? Нет, но это общая проблема. Рост расходов, в том числе и вообще рост расходов идет в общей везде. Инфляция, рост цен, все, конечно, мы видим. Это касается и нашей сферы обслуживания домов, сферы коммунального хозяйства. Действительно, есть проблемы. Мы все получаем сейчас счета из-за электричества, из-за обслуживания квартир, за коммунальные услуги, за тепло, за газ и так далее. Да, это есть проблема, но это больше объективный характер несет. И тут действительно надо думать, наверное, это общая проблема, о которой, я надеюсь, задумываются в правительстве, по крайней мере, в правительстве в последнее время об этом говорят. И может быть, может быть, мы увидим какие-то механизмы помощи, по крайней мере, малоимущим или социальным группам жителей как-то помочь выйти из этой ситуации. Но правда заключается в том, помимо всего прочего, что если мы говорим про частное самоуправление, частные управляющие компании, надо понимать, что эти возрастающие денежные потоки концентрируются в руках частных предпринимателей, частные управляющие компании. И здесь этот вопрос плавно упирается в контроль, в контроль расходований, грамотного расхода этих денег, чтобы эти деньги, которые платят жители, все больше платят, они уходили по назначению дальше законной недвижимости. И этот момент, о котором я уже говорил, что контроль за деятельностью управляющих компаний должен быть значительно строже, чем на сегодняшнем уровне происходит. Потому что никому не хочется, помимо того, что жители платят и так, поскольку у них большие платежи, еще и платить дважды, это было бы совсем неправильно. на твой взгляд, какой был бы механизм контроля, лицензирования частных предпринимателей? Потому что последние из-за пандемии мы слышим меньше таких печальных новостей. Раньше, как ты помнишь, этих новостей было великое множество, когда люди перечисляли за коммунальные платежи через управляющую компанию, деньги не доходили, в результате получалось, что им нужно было платить дважды, потому что долги за тепло, за воду росли, с предпринимателей взятки гладкие. У нас есть регистр управляющих компаний, и он действующий, и как бы законодательство регламентирует, что право ведения управляющих, ну, обслуживания, так как таковым жилых домов, имеет право только те компании, которые имеют в своем штате специалистов, прошедших специальное обучение, и получившись соответствующую категорию, и для этого и существует регистр. Проблема только в том, что отсутствие регистрации в регистре не несет особо никакой ответственности для тех, скажем, предприятия, СИА или частных лиц, которые там не зарегистрированы. В этом не самая большая проблема. Он открытый, но ответственность как таковая ее нет. Об этом мы говорили еще давно, и поднимались вопросы еще и в 10-м, и в 11-м Сейме, о том, чтобы, да, но пока что вот этот момент, он остался открытый, еще с тех времен. Поэтому, хотя, с другой стороны, мы видим, что рынок потихонечку, он становится более структурированным, он становится более упорядочен, то есть появляется довольно много новых обслуживающих компаний, молодых, такие, которые буквально год-два, и которые берут на себя обслуживание домов, они начинают с небольшого количества, вот, но это говорит о том, что этот рынок потихоньку развивается, и компаний все больше, и есть некая тенденция к тому, что приходят новые предприниматели, более ответственные, но это уже, наверное, не больше заслуга, скажем, закона, сколько понимания, ну, скажем, бизнеса, потому что приятно, я признаю, что есть немало бывших работников того же РНП, которые, имея опыт работы в том же РНП, они входят и уже на опыте, и понимая, как это вообще работает, они начинают пытаться грамотно вести свою работу, понимая, что, но все-таки главное, это не то, чтобы собрать большие деньги и исчезли, и это тот бизнес, он направлен на то, что работает долго, работает постоянно, и иметь постоянный доход, а не чтобы что-то там сделать какое-то. Вот, учитывая ваш опыт, я думаю, радиослушателям тоже было бы интересно узнать, но вот есть, допустим, многоквартирные дома X, которые тоже находятся в обслужении, не знаю, пример, вашей компании, и нужно принять решение о, не знаю, о реновации дома, или утеплении, или сейчас, как модно говорит, повышение энергоэффективности, но мы же знаем, какие сейчас, как сейчас сложно собрать это там 50 плюс 1 голос, часть жителей вообще здесь в этом доме не живет, я имею в виду собственников, квартиры пустуют, или они сданы в аренду третьим лицам, в общем, ни найти, ни собрать, вот как вы решаете этот вопрос, если действительно есть необходимость уже эти дома привести в порядок, тем более, мы знаем, в основном, это дома советской постройки, им 40, 50 и более лет. Ну вот здесь, кстати, это та тема, где можно сказать, что есть и позитивные вещи, которые произошли буквально за последний, может, год, полтора, то, чего не было, вот последний год, я могу сказать, действительно, есть подвижки хорошие, в каком смысле, да, теперь, например, значит, АЛТОМ, который распоряжается еврофондами, евроденьгами, в частности, именно на реануацию, во-первых, АЛТОМ расширил перечень работ, которые можно подавать на софинансирование еврофондов, и главное, что теперь не нужно двух третей достаточно пятьдесят одного процента, это уже очень хорошо, но здесь надо отметить, что две трети просят банки, если дом хочет привлечь для той части, ну, для второй части, условно говоря, которой у дома не хватает на большие работы, ему надо взять займ, займ дает банк, банк, вот это требование банка, и здесь ничего не сделаешь, что банк требует, две трети и все, но, опять же, Алтум здесь пошел навстречу, при отказе банка, Алтум берет финансирование и той второй части, которая выходит за грант, и Алтум просит 51%, это очень хорошо, то есть Алтум на сегодняшний день может полностью выступить, скажем так, как финансия, то есть как структура, которая финансирует, да, финансирующая полностью, берущая на себя полностью функции банка, и вместо банка может полностью дом профинансировать практически на тех же условиях, что и банк, я имею в виду проценты давать, и требует 51%, это очень хорошо, а с другой стороны я хочу отметить, что Рижская дума, здесь тоже есть плюс в том плане, что Рижская дума приняла новые программы тоже со своей стороны, и сегодня в Рижской думе есть эти программы поддержки ремонтных восстановительных работ касательно энергосбережения, в том числе и не только, и касательно самих конструкций дома, то есть это устранение так называемой бейсми, опасность конструкции, какие-то элементы, и собственно третья программа действующая фасадная, все это присутствует, все она продолжает работать, и насколько я знаю, еще эта программа расширяется на благоустройство территории, Рижская дума, еще сегодня расширила этот список работ, на которые можно претендовать грант, то есть сегодня, на сегодняшний день действительно для жителей многоквартирных домов появляется все больше возможностей получать помощь, поддержку не только от Еврофондов, но и от Рижской думы. Я не могу сейчас сказать по другим городам, хотя я знаю, что и в других городах Латвии в самоуправлении, которые активны, они тоже разрабатывают свои программы для помимо алтма, для поддержки жителей, для именно каких-то работ по ремонтам, по устройствам территории, ну, другие самоуправления это тоже делают. Радостно то, что Рига это тоже начало как-то более активно на это смотреть и расширять свои предложения. И в этом смысле есть позитивный момент, и я призываю тех, кто здесь, конечно, надо понимать одно, что очень много зависит от самих жильцов дома, то есть если те дома, я говорю, те дома, которые имеют активистов, которые имеют какие-то уже свои структуры, советы дома, комитеты, еще лучше бедрители, там вообще намного проще работать. Сложнее работать с теми домами, где есть какие-то отдельные квартиры, которые хотели бы, но они сами по себе, они не могут поставлять весь дом, тогда там, конечно, все это сложнее, и поэтому наверное впереди есть еще работа по скажем жителями тех домов, которые собственно не имеют ни старших подумать, ни там ничего, дом разъединен, и никто между собой не общается, но это, конечно, дома, прежде всего дома РНП, потому что все дома, которые имеют РНП, здесь надо отметить, что примерно в Риге очень многие там все думают, что многоквартирные дома это все РНП, их только больше четырех тысяч домов есть, что ли, да, всего многоквартирных домов Риге 11 тысяч больше, поэтому это меньше половины РНП, но остальная часть домов многоквартирных они-то как раз уже структурированы на ней или под кооперативами, или под бедрилами, или там частными управляющими компаниями, да, там в лимитии, поэтому, конечно, мы все равно приходим к тому, что мы концентрируемся больше о том, что я думаю, надо работать именно с домами, которые не переняты, которые на балансе думают, скажем, им надо помогать больше ходить на свое самостоятельное, что называется, создавать бедрилами, или там перенимать на местных персон, которые могут иметь желание и возможности ходить, все намного проще, и проще самим обслуживающим компаниям работать, проще работать всеми, скажем, обслуживающим компаниям, и самим, и Алтуму, и Рижской Дурбин, и управлению, и других, для того, чтобы помочь. Я бы не сказал, что на сегодняшний день в этой части у нас все плохо, здесь есть позитивные подробности. Вот, если мы говорим в тех же многоквартирных домах, вот, все-таки, насколько просто вот жильцам создать бедрил и самим решить, что мы хотим, не знаю, от этой компании, там, неважно, это муниципаля, и частно уйти, присоединиться, хотим, чтобы наш дом обслуживала там другая компания, да, неважно, ваша, или насколько это сейчас просто? Я бы сказал так, что это несложно, да, может быть, это не просто, просто, но это несложно. Самое главное, чтобы в доме был хоть один, хотя бы один активный человек, который бы хотел взяться за это дело. И далее это вопрос следующий, вот есть ассоциация, ну, например, я состою в личной ассоциации, чем в личной ассоциации, да, управляющей компанией, пожалуйста, есть сайты, есть фейсбук, есть фейсбук, можно найти управляющих, мы просто бесплатно оказываем консультации, как это делать, как вы делаете. Можно обратиться, там, скажем, в латвийскую компанию, то есть, есть просто общественные структуры, которые профессионально занимаются и дают консультации, и помогают, рассказывают, какая здесь, на какие шаги надо делать. и это можно сделать бесплатно на первый парад, потому что дальнейшие шаги уже, конечно, будет чуть-чуть построить, но первые консультации, они абсолютно бесплатные, человек может обратиться и, скажем, или ко мне, лично, или к другим членам ассоциации, там они все есть на сайтах, какие-то люди, известные, там, скажем, никакого секрета подписаться, или в фейсбуке в личку, или там на имейл указанный, позвоните, и эти все, это у нас такие случаи есть, и такие люди нас находят, и мы им оказываем помощь, мы рассказываем, как это делается администрация, что нужно делать, на сегодняшний день, так сказать, ну, это действительно не просто зарегистрировать, открыть медребу, в доме нужно минимум два человека, конечно, лучше больше, и помощь в этом мы можем оказать, и дальше, это уже они сами принимают решение, каким образом они дальше пойдут, они захотят принять на обслуживание своей медребе, дом для этого нужно будет пройти процедуру, или перенять дом и передать, и заключить договор с какой-то обслуживающей компанией, чтобы она помогла им обслуживание дом, да, то есть там вариации существуют, просто надо выбрать какой-то один, я думаю, за этим будущее, я думаю, что в любом случае, рано или поздно все многоквартирные дома так или иначе будут сняты и сняты с баланса Иришская дума, и будут снижены, потому что более эффективной оформы все равно не будет, да, то есть за этим все равно так или иначе когда-нибудь все закончится. значит ли это, что рано или поздно Иришская дума, если не этого созыва-то следующего, решит, что вообще нужно самоправлению отказаться от этой функции обслуживания многоквартирных домов, где собственники, в принципе, частные лица, я такой концептуальный вопрос задам, ведь есть же, всегда происходит спор, чем должно и не должно заниматься самоправление, в каком частном бизнесе оно может создавать конкуренцию, а в каком нет. ну и же, и же эти все уже даже исследования и даже вас контроль делал, и когда в каком году была там опубликация, что это не свойственно к этому принято, что от него лучше отказаться, чем ее поддерживать. Многие самоправления это уже и сделали, это никакая новость, да, это уже решает самого, ну, каждое самоуправление само решает, как оно выгодно, невыгодно, правильно, неправильно, и так далее. С моей точки зрения, я тоже считаю, что это не свойственная функция, она больше несет для жителей проблем, потому что на мой взгляд обслуживание в честной конкуренции, оно несет больше выгод для жителей, да, хотя, с другой стороны, я прекрасно понимаю, жители живущих в домах в самом управлении, что они, ну, как бы, считают, что это гарантированно, потому что не будет, например, дом отключен в плане, когда зима, хотя мы видим, например, что это не так, что даже в домах РНП теплоник всем подключает сразу все эти моменты присутствуют, там стоимость ремонтных работ, как правило, ну, скажем, оно разное, да, есть предложение на любые ремонтные работы по дому, когда частная, так сказать, управляющая компания предлагает, или там в РНП, оно, как правило, очень часто бывает выше, и, естественно, жители должны платить, соответственно, больше, и так далее, то есть, все-таки, в открытом рынке экономически должна быть честная конкуренция, когда конкурирует один большой монстр с небольшими частными компаниями, то конкуренция, конечно, не есть честная и правильная, и об этом много уже было всяких документов, адзиномусов, актов исследования, так сказать, о том, что есть, как бы правильный как нет, но, насколько я понимаю, что РНП сегодня никоим образом не ставит вопрос именно в этом ключе, что приватизация, хотя, насколько я помню, вопрос приватизации РНП стоял много раз, так или иначе создался, но всегда принималось решение, что и Рижане, живущие в этих домах, и сама Рижская дума не готова, не готова. Ну, здесь, видимо, вопрос политической воли, вопрос политической воли, ну, и, видимо, каких-то своих расчетов должны быть. Ну, действительно, для любого решения должны быть экономические обоснования. Может быть, такой последний вопрос задам и Рижанину, и человеку, который хорошо знает вообще вот вот эту многоквартирную, так можно сказать, недвижимость, многоквартирные дома. Периодически ведь возникает дискуссия о том, что, ну, вот эти дома, начиная от Хрущевки или даже Сталинки, ну, может быть, Сталинок не так много, Хрущевок довольно много, несколько уже стран бывшего Союза провели такое великое переселение, самое громкое, как мы знаем, были в Москве, когда фактически Хрущевки сносили, людей переселяли. Понятно, что, наверное, Рига к такому глобальному процессу не готова, но нет ли опасности, если через несколько лет вот надо будет вынужденно этот вопрос решать? Срок эксплуатации может просто подойти к концу? Да, и срок эксплуатации жилых домов у нас стремительно приближается, но у нас средний срок эксплуатации многоквартирных домов, ну, скажем, 65-70 лет, на которых в МК написаны, скажем, да, эта проблема существует, эта проблема, ну, скажем, занимает сегодня достаточно серьезное место и в Министерстве экономики, этим сейчас занимаются также бумерцей контролл с Бьеройс, которые они тоже, эта тема стоит на контроле, но я думаю, что сегодня, сегодня это будет двигаться, именно поэтому все более активно и будет все больше привлекается внимание к работам по капитальным ремонтам, то, что мы говорили до этого и про финансирование, софинансирование и гранты для помощи жителям домов, оно как раз с этим и связано, потому что все понятно, что не только утепление, утепление, грамотное утепление или грамотное реновация, она же несет в себе продление сроков службы. Я не нашел расчетов наших в Латвии, кто у нас занимался никаких но я знаю, что Вильнюсский технологический университет делал расчеты на своем опыте реновации жилых домов, реновация продлевает срок только сама реновация продлевает на 25 лет, минимум на 25 лет. Но это вильнюсский делал расчет, как-то в Латвии я не нашел. Но я не думаю, что должно как-то сильно отличаться их от наших. У нас в принципе жилой фонд не сильно отличается ни по году постройки, ни по конструкциям и так далее. Поэтому это одна часть. Другая часть конечно идет и будет есть я знаю программа массовой проверки советских жилых проектов многоквартирных на предмет конструктивной устойчивости на каком состоянии находится конструкции. Имеется ввиду, что вообще-то как бы нам повезло не повезло но советские проекты они строили с большим запасом прочности. Можно говорить о качестве отделов и креативных элементов внешних видов домов но сами конструкции довольно прочные пока стоят но полагаться только на это нельзя потому что надо смотреть глубоко делать проверку швов сварочный швов в каком состоянии панельные места свара и так далее перекрытия это надо конечно проверять это большая работа она будет стоить денег она будет стоить денег для государства как бы не хотелось так сказать но это предстоит потому что у нас в Латвии сложилась такая ситуация что новое строительство темпы новости крайне медленно у нас от существующего скажем если взять весь существующий жилой фонд который в котором живет житель Латвии только 2% это новые постройки 2% домов которые считаются что это новые постройки построенные из 90-х годов и вот до сегодняшнего дня может быть сейчас немножко побольше это данные примерно 3-4 лет назад сколько там построили сейчас за это время мало поэтому учитывая темпы нового строительства у нас вариантов нет других лично я не вижу других вариантов как реновировать старый жилой я просто другого пока не вижу например мы не можем здесь смотреть на опыт крупных городов скажем России которые сносят крыщевки и строят новые это не наш вариант ни финансовые возможности не люди смогут покупать новые квартиры тут надо понимать все это упирается еще в общем мы видим что рынок аренды намного более живой чем рынок квартир и это то насчет то сказать и тех моментов которые экономика занимается и там скажем новые какие-то программы поддержки строительства там сказать доходный дом так называемый раньше все еще план поэтому еще раз говорю да то есть у нас программа реновации она объявлена у нас будет 23 года продолжаться программа реновации может быть там будут изменения но программа реновации не закончится и она актуальна для нас очень актуальна для Латвии в Литве в Эстонии они ушли намного дальше Латвии у них темп реновации значительно выше видимо видимо как-то наверное жители более ответственно подходят там немножко иная ситуация именно с этим статусом это такой комплексный такой большой клубок вопросов и проблем которые надо решать но тем не менее актуальность только нарастает потому что как я уже сказал нового жилья у нас много появляться не будет когда люди переехали в старом да ну что ж спасибо за исчерпывающий комментарий действительно проблем много но есть и такие определенные пути решения которого обозначил Александр Саковский у нас был на прямой связи посредством зума большое спасибо спасибо вам